Перед студентами, приезжающими в Японию, рано японцам задает вопрос подработки в стране восходящего солнца. Сколько часов можно работать, где можно подрабатывать, а где нельзя, стоит ли платить налоги или не нужно. Все это и многое другое в сегодняшнем моем видео. Всем привет, с вами снова я, Пых, и вы на канале о жизни и работе в Японии. Сегодня мы поговорим с вами о подработке в Японии. Это будет такое подробненькое видео, наверное, минут так на 10-15. Пока не знаю, в зависимости от того, как я смонтирую в итоге данное видео. Для начала хочу, чтобы вы все поняли статус Югаксе. Югаксе, в переводе с японского иностранного студента, это статус, который получают все студенты, которые приезжают в Японию. Независимо от того, где вы будете обучаться. Это может быть языковая школа, это может быть профтехучилище, какое-то колледж, выше чем заведение Японии, неважно. В любом случае у вас будет статус Югаксе. И сам по себе статус Югаксе это виза для обучения в Японии. Поэтому не то, что работать, вы даже подрабатывать по данной визе не имеете права. Однако, если вы получаете разрешение на подработку, то смело подрабатывать вы уже можете. Что такое разрешение на подработку? Называется оно по-японски как «шикакугайка отсюда кёка». Берется оно в двух местах. Первое – это по прилету в Японию. Как мне недавно написали в комментариях, что при прилете в Японию, например, на Ритере Ханедо, вы можете после того, как получили карточки иностранца, сразу же оформить разрешение на подработку. Берете один, получается, бланк, заполняете его, отдаете и получаете решение на подработку прямо сразу же в этом аэропорту. Если вы не знали об этом или не получили разрешение на подработку, то ваш следующий шаг – это вам нужно пойти в иммиграцию по месту регистрации, например, то есть в Токио, это Синагава. Там также вы заполняете этот бланк, подаете и получаете разрешение. Тут единственное, что время, когда потребуется на выдачу разрешения, может быть разным. Согласно сайту, миграции пишется, что от двух недель до двух месяцев, в зависимости, наверное, от загруженности иммиграционного офиса. Но вот как писали ребята, что кто-то фанатом буквально за 2-3 часа. Когда я приезжал еще, получается, 11 лет назад, я получал в тот же день, но при этом я платил еще за эту услугу. Сейчас вроде как бесплатно. Что по факту вы имеете? По факту вы на карточке иностранца на обратной стороне, в самом низу, вам поставят штампик, что есть 20 часов и запрещенные места работы. Что это значит, дорогие мои друзья? 20 часов на подработку вы имеете в неделю. При этом в месяц тут получается 112 часов. Не больше. Не больше. И при этом запомните, самое главное здесь, это нельзя подрабатывать и там, и там, и там по 20 часов. То есть вы не можете работать, например, на 5 даже подработка, например, на 10. И при этом на каждой из них 28 часов подрабатывать. Это запрещено. Суммарная ваша подработка, когда время в общей сложности должно быть 28 часов в неделю, независимо на каких местах вы работаете, там на 2, на 3 или даже на 10. Единственное, есть исключение, это длинные каникулы в вашем учебном заведении. Например, это зимние каникулы, например, это летние каникулы, или, например, какие-то длинные праздники. То есть считается, как правило, недели и больше считается длинными каникулами. В этот период вы можете подрабатывать до 40 часов в неделю. То есть получается сколько? 160 часов в месяц. То есть в период вы в каникулы можете очень неплохо заработать. Что, в принципе, я считаю, довольно-таки неплохим периодом. Можно отдыхать, конечно, потратить денежки, а можно их заработать. Касаемо переработки дзангё, так называемой, во время вашей подработки Японии, то отмечу, что она запрещена. Единственное, что момент, 20 часов в неделю, который может подрабатывать в среднем, то есть в день может прорабатывать это 5-4 часа, не больше, ну, 6 часов максимум, наверное. Если длинные каникулы, она сказала, да, 40 часов в неделю, то в этот период вы можете работать до 8 часов в день. Только в этот период, запомните еще раз, то есть когда у вас длинные каникулы, например, летний, зимний, или, как, допустим, новогодние праздники, да, когда вы отдыхаете неделю и больше, в этот период вы имеете право работать в 8 часов, не больше. Если вы будете работать больше, и, допустим, вы подрабатываете, что все это нормально, не верьте ему, он вас обманывает, причем не факт, что вам может быть оплатить. есть такие варианты да когда за переработка не оплачивается и при этом еще раз напоминаю что незнание закона не отважает вас от ответственности да например как там есть ребята я иностранец да как у кузин докона меня простят нет не простят что касаемо оплаты подработки ваши то тут зависимости того какой префектуре вы будете подрабатывать стоимость труда отличается все дело в том что в зависимости от префектуры да даже можно сказать от них районов токио одна и та же работа может оплачиваться по-разному но при этом есть обязательный минимум например в токио это 1041 иена в час на хоккайдо например и окинава платит намного меньше там получать чуть больше 800 и сейчас поэтому если время вы вдруг когда будете жить учиться на хоккайдо то там у вас будет зарплата все-таки меньше за ту же самую работу что например вы можете делать в только например там работа в комбине при этом в токио в среднем мы обычно оплата труда по работа где-то с 1100 1200 и за ночной работа может даже 1300 доходить то есть принципе неплохая да и например если возьмем стулья на часов в месяц порядка сто шестнадцать тысяч есть может заработать отец до в год уже будет сколько там миллион тридцать тысяч это около года если вас там 1200 в час то в год вы можете работать даже до миллион пятьсот миллион шестьсот тысяч я и тут важный момент который да у меня спрашивает кстати уплата налогов запомните две суммы навсегда запомнить их в этом потом пригодятся вдруг если вы даже будете работать в японии уже пустого закончить учебное заведение да получить рабочую визу 103 мана или миллион тридцать тысяч ян это минимум до которого вы не обязаны платить налоги вы не обязаны подавать налогу декларацию то есть если у вас не превышает то вы можете ничего не подавать вам в принципе даже вам не придет никакого уведомления даст мэрии о том что заплатите подоходный налог 103 мана миллион тридцать тысяч ян запомните это раз навсегда как только вы превышаете данную сумму вы обязаны платить налоги но там в принципе да допустим 4 мана если будет до в год у вас то там особо с им это не будет там пару тысяч ян и раз не будет не больше но если что вам надо учитывать префектурные и оригинальные налоги независимость префектур зависимых районов отличается это уже нужно у вас узнавать на месте то есть его в муниципалитете идти в мире спрашивать что да как например я начал работать первый год у меня был освобожден я вообще не платил но в других префектурах такого не везде но бывает что нужно платить даже за первый год поэтому все это нужно уточнять что происходит дальше как только вы превышаете 103 мана в год у вас будет меняться также и медицинская страховка обычно медицинская страховка студента она по минимуму потому что нет дохода и там порой даже бывает полторы две тысячи в месяц его но как только вы превышаете пойдет уже пересчет совсем по другим системам и может дойти даже до 10-15 я может даже больше тысячи йен в месяц поэтому довольно-таки до для студента думал колоссальная сумма не кажется хочет платить далее чем больше у вас доход тем меньше шансов того что вы сможете получить освобождение от уплаты пенсионных сборов либо вообще обязаны будете платить полной сумме почему потому что я как вам рассказывал если вы не работаете но после 20 лет в японии обязаны вступать в пенсионный фонд и платить пенсионные взносы а это на минуточку в месяц порядка 16500 16600 йен соответственно да для если совокупности дан пусть у нас месяцев указ будет еще 15000 то есть уже больше 30 тысяч вы должны будете каждый месяц вошли государству со своего дохода сайте согласно что это довольно-таки сумма серьезно да в год получается там чуть не под 4 40 команд выйти до 4 тысячи не кажется хочет платить так вот если вы достигли 20 лет и вы не подрабатываете дай у вас допустим подработка до 103 манов пенсионный выплаты вы может тоже не платить ничего не будет но как только превышаете вы обязаны будете начинать все это платить и тут еще одна сумма которая хотела сказать это 130 манов это миллион триста тысяч йен судя в том что если у вас будет доход уже миллион триста тысяч йен и выше то скорее всего и пенсионный взнос вам придется платить в полной стоимости не получите в освобождении даже какой-то мире там половина три четвертых там одну четвертую и миссия страховка вас тоже будет довольно таки высокая поэтому здесь либо подрабатывать и получать намного большие за суммы там миллион триста в год например либо делать так что у вас было не более миллиона тридцать тысяч йен чтобы было например миллион тридцать тысяч йен в год вам нужно вместе получать порядка восемьдесят пять там теряна падает восемьдесят пять ман тысяч йен то есть 8 манов 5000 до выходит принципе вот и сумма надо ориентируется чтобы в год у вас было подоходный миллион тридцать тысяч йен и вы не платили ничего то есть у вас ничего поменялось но я думаю что те кто хотят например заработать на подработке на то чтобы еще дальше учиться например в японии либо на еще один год обучения пример в языковой школе это будет недостаточно да поэтому я думаю что захотят получать или например миллион триста тысяч йен в год и миллион 600 и член может даже больше если повезет но тут вот решайте сами вообще то есть сказать о том что можно ли подработать на подработке до заработан еще один год обучения в японии принципе можно если у вас есть финансовая подушка которую привезли с собой да если у вас есть доход и который позволяет вам не оплачивать с подработки ваше жилье там питание то это хорошо таким образом то есть вы сможете с подработками может даже всю сумму откладывать себе на обучение тоже самое до миллион тридцать ищен вам хватит на счет не будут обучение языка в школе он стоит там в принципе да порядка 700 750 еще но есть там за миллион да и в принципе миллион йен это средняя стоимость обучения в год за другого учебное заведение и по например это вуз там колледж какой-то или спецучилище принципе тоже это хватит но я говорю еще раз если у вас есть финансовая подушка позволяющим вам откладывать до реальной суммы с подработки то все хорошо важный момент который хотим сегодня рассказать еще это где можно работать подрабатывать а где нельзя накачки на стране еще раз напомню вас будет на обратной стороне до внизу написано что футзоку запрещено то есть это места для взрослых сам скажем интимные салоны для взрослых услуги сексуального характера которые вы оказывать конечно же не имеете право например футзоку чтобы понимали это как типа называется турецкий бани где оканчивается все очень хорошо то есть вас моют и в конце получаете удовольствие кабакура хорста починку другие азартные грима джонг все это запрещено кабаку кто не знает это такие клубы приходите до вам посажу девушку вы угощаете соответственно платите за себя за ее напитки и за то что вы с девушкой сидите общаетесь никакого интима но это очень хороший заработок причем я знаю девушек которые в свое время там подрабатывали и русскоязычные и англоязычные девушки потому что там в принципе за один день даже можно заработать как один японий зарабатывать в год и больше поэтому понятно это заманчиво но это грозит вам тем что минимум вас могут лишить визы либо ваш визу последующим не продлят не обновят максимум грозит вам тем что у вас могут арестовать до трех лет тюрьмы вас могут заставить платить штраф до 3 миллионов йен либо это и другое такие случаи тоже возможно то есть представьте вас спасает на три года причем еще впаять вам штраф на 3 миллиона йен и последующий поскольку выйти конечно же вас отправят на родину скорее всего до пяти лет пять лет вы в японию потом ехать не сможете это реалии конечно же ничего хорошего но я знаю что есть ребята которые идут на такой риск потому что хотят заработать хотят как-то остаться японии поэтому они ищут подработку даже нелегальную что касаемо например я вот попробую да там 20 часов в одном месте в другом и при этом не скажу своему начальнику что я где-то подрабатывал это тоже является нарушением закона это введение вашего работа начальника получается до работодателя в заблуждение и даже если работатель не знал что вы да где-то подрабатываете еще последующим он тоже понесет за это ответственность и но у него максим будет скорее все это штраф вас же минимум в данном случае да не обновят визу например на еще один год либо просто-напросто лишь от визы и выделите страны на сроком еще раз говорю до пяти лет максимум места где лучше всего подрабатывать иностранцам это комбини причем комбини очень хорошо для парней потому что девушкам в ночное время в комбини как правило не доверяют потому что опасно чтобы не были до японии но девушки в ночное время в комбини не работать японии а вот парням пожалуйста причем там довольно таки хорошие суммы тоже платят может быть доходи до 3300 йен в час довольно таки неплохая сумма до начнет амикет заводами надо по упаковке бента там еще такая расфасовка так далее потом что еще может быть хорошая работа на кассе например да в супермаркете тоже неплохо платит платит неплохо но чтобы не говорить да вот не там недавно писали что вот один блогер сказал что иностранцам сейчас работа полно потому что вот из пустого как до санкции отменили начали взять страну и рабочих мест полно сидел в том что одновременно с тем что не был на стран студентов не было работы и для самих японцев тоже молодежь многое японский жалость о том что их не берут на работу увольняют сокращает так далее поэтому несмотря то что при этом стран студенты есть и сами японцы поэтому конкуренция будет очень большая сайта же понимать что работодатель японский он в первую очередь конечно возьмет на работу японца а иные иностранцы которые более-менее понимаете планский язык потому что будет все таки проще до коммуницировать с японцем поэтому не нужно думать что вот я иностранец и меня конечно сразу возьмут и вот эти вот сказки того что блогер до город что приезжаете в странную подработку это сказки это мифы и не стоит них верить и то есть вы будете принципе на равных до искать работу как и японцы но при этом нужно понимать что чем хуже вас у меня японского языка тем будет и меньше шансов найти подработку нормальную подработку в японии поэтому учитывайте это момента и запомните вы раз и навсегда чем лучше у вас японский язык тем больше шансов у вас найти подработку в последующем найти работы японии чем хуже соответственно тем меньше поэтому еще раз говорю говорил это не раз учить японский язык дорогие друзья вот такое небольшое видео касательно подработки в японии теперь вы знаете как получить разрешение подработку сколько часов можно работать сколько нельзя где можно подрабатывать а где нельзя и самое главное можно ли заработать на еще один год обучения в японии или это довольно таки сложно на сегодня все я желаю вам удачи не болейте сайл пых до скорых встреч пока